Здравствуйте! С вами Ирина Ванская, в эфире «Единая страна». В гостях нашей студии политолог Александр Москалюк и представитель фракции радикальной партии «Лешка» Юрий Чижмарь. Здравствуйте! Здравствуйте! За последнее время в Верховной Раде раздор между депутатами, которые скрыть уже невозможно, обвиняют друг друга в коррупции и других плохих деяниях. Как вы можете это прокомментировать, Юрий? Во-первых, это не раздор. Есть нормальный процесс работы Верховного Совета, когда он борется с коррупцией, которая практически присуща в любой сфере. И те вопросы, которые мы поднимаем, это же не коррупция среди депутатов, условно говоря. Есть правительство, есть госпредприятия, у которых сегодня непризрачно используется госсобственность. Поэтому эти вопросы поднимаются, и это правильно, что поднимаются. Было бы хуже, если бы они были скрыты, и мы бы не оглашали. Тем более, что общество многое чего видит. Поэтому мы хотим разобраться. Мы хотим разобраться в коррупционной складовой тарифов сегодня. Мы хотим разобраться в коррупционной составляемой, скажем, приватизации, которая была произведена. Поэтому это нормальный процесс. И хорошо, что он не замалчивается. И сегодня мы ставим это на повестке дня номер один, потому что понимаем, что если мы не убьем коррупцию во власти, не убьем коррупцию в экономике страны, никогда мы не привлечем ни иностранного инвестора, никогда мы не поднимем социальные стандарты, мы никогда не сможем сделать страну той, о которой мечтает сегодня украинский народ. Поэтому это нормальный процесс. И я надеюсь, что с созданием антикоррупционного бюро, который мы уже возглавил, избран, скажем, на конкурсной основе представитель, те нормативные документы, которые мы приняли по борьбе с коррупцией, они дадут возможность завтра говорить о том, что в стране начинается новая эра. Но кроме этого есть обвинения в пособничестве к Кремлю. Как к таким новостям относиться? Стоит ли этого бояться? К сожалению, в парламенте есть пятая колонна. Мы это прекрасно понимаем. Есть пророссийски настроенные депутаты, которые в основном сегодня собрались в оппозиционном блоке, а также в некоторых, скажем, позафракционных. Мы это тоже понимаем прекрасно. Но, к сожалению, информационная политика, которая была России произведена последние 20 лет, она зазомбировала восточное население внеукраинскости. Она навязала ей совсем другую идеологию, не любви к своей стране, а поиска какого-то пророка в чужой стране, в России. Россия сегодня показала свое лицо. Она воюет с нами. Она воюет неправильными методами. Так называемая гибридная война, она даже не делает чести для российского офицерского состава, который воюет не по правилам, даже так. Поэтому мы считаем, что в данном случае мы должны понимать, что в Верховном Совете есть люди, которые это поддерживают. Есть люди, которые на этом хотят сыграть. Есть люди, которые на этом хотят сделать политические дивиденды. Мы не должны этого делать. Страна Украины, она должна быть единая. Я думаю, что последние события, связанные с Востоком, они дали понять, что правду надо искать внутри страны, защищать себя надо самостоятельно. Мир не дает нам той безопасности, которую гарантировал за Будапештским договором. Мир не может нам гарантировать безопасность, если мы сами за нее не боремся. Поэтому это совсем другие процессы сегодня происходят в стране. Она полностью будет другой. А как же политическое шулерство? Кочевничество депутатов с одной фракции и политической партии в другую? Мы считаем, это очень плохой признак. Он сегодня не имеет того массового характера, который имел, скажем, в предыдущих созывах. Потому что в первые полгода можно было говорить уже о каких-то процентах перехода из фракции в фракции. Сегодня это единицы. Наверное, один-два случая. Александр, как Вы можете прокомментировать? Касательно политического шулерства и перехода с одной фракции в другую, прежде всего, надо понимать, что Украина развивается в общих закономерностях. И есть западные страны, где существуют те же проблемы. Это страны, в которые еще фактически нельзя сказать, что являются полностью демократичными. Страны, которые формируются как новые молодые демократии. И прежде всего с этими же проблемами, допустим, сталкивалось в свое время и Чехия. Сегодня сталкивается даже Португалия, страна, которая тоже пережила диктатуру. Сталкивается Испания, сталкивается Сербия. И другие страны, которые, в принципе, себя сейчас позиционируют как уже демократические. Поэтому это, знаете, своего рода проблемы взросления нашей страны, нашего общества. И это вполне является закономерным. Действительно, можно сказать, что в нынешнее время есть определенные сдвиги, позитивные сдвиги. И в том числе количество тех депутатов, которые переходят уже с фракцию в фракцию, их действительно можно пересчитать по пальцам. Что касается передрязгов в середине самой коалиции, это ведь на самом деле тоже вопрос именно политической структуризации нашего общества. И вопрос, наверное, в том, что нынешние политические партии с точки зрения классического политической науки, юридической науки, они, собственно говоря, не являются политическими партиями. Политическая партия, она должна себя четко позиционировать. Если мы говорим про Великобританию, там понятно. Есть консерваторы, у них соответствующая идеология, минимальное уменьшение налогов, за счет этого стимулируется частный сектор, максимальная приватизация и так дальше, и так дальше. Либористы, они занимают противоположную позицию. Но эта позиция, она понятна и она оглашается уже на протяжении длительного периода времени. И это действительно идет конкуренция идеологии. У нас, к огромному сожалению, этого нет. В том числе очень показательно, вы посмотрите, на сегодняшний день те политические силы, которые находятся в парламенте, это силы, которые были созданы недавно. Тоже, по-моему, достаточно показательный момент. Те страны, которые мы говорим, что являются действительно развитыми, там Великобритания, Соединенные Штаты Америки, там политические партии, они уже сформировались, существует длительный период времени. И, конечно, тогда это действительно является борьбой между политическими именно партиями, между политическими идеологиями. И это имеет такой, знаете, более цивилизационный процесс. Есть еще один тоже очень важный момент. То количество партий, которые представлены в парламенте нынешнем, оно само по себе предусматривает передрязги. Есть общая всегда закономерность. Широкая коалиция – это всегда коалиция проблемная, потому что необходимо искать компромиссы, а пути поиска компромиссов, они являются достаточно сложными. В Бельгии, в Италии всегда тоже сложности с широкими коалициями. Это естественный процесс. И тут, знаете, палка двух концов. Там, где широкая коалиция, с одной стороны, это более демократический вариант, потому что нет узурпации власти. Но с точки зрения эффективности принятия решения, это, конечно, более сложный вариант. И, наверное, в нынешних условиях, может, даже было бы и более эффективно, если бы количество политических сил, представленных в парламенте именно в коалиции, было бы меньше, потому что это давало бы возможность принимать более эффективное решение. И еще один момент тоже, знаете, к огромному сожалению, у нас новый парламент, но этот новый парламент, он не демонстрирует качественной работе. Ну, не может демонстрирует качественной работе парламент, если все законы, которые принимаются, они все принимаются за сокращенной процедурой. У нас предусмотрено четко регламентом, три чтения, и как исключение возможность принятия законов за сокращенные процедуры. Абсолютно все законы принимаются за сокращенные процедуры. Это ненормальная ситуация, и в том числе есть по ряду законов... Спасибо, Юрий. Я должен, конечно... Скажите, действительно это так, в сокращенном все-таки? Я должен объяснить ситуацию. Мы принимаем это решение по каждому вопросу, согласно регламенту, принимаются депутатами. Во-первых, сегодня очень много законопроектов находится в Верховном Совете на рассмотрении. Почему? Потому что, в принципе, реформировать надо все отрасли. Это мы прекрасно понимаем. То коалиционное соглашение, которое мы подписали, которое прошло в экспертную среду, мы понимаем, что там много изменений. И если мы будем сегодня в длительном процессе рассматривать законопроект именно в сессионном зале, оно не даст никакого результата. Законопроект рассматривается в первую очередь в комитете. Вот там идет длительная процедура вместе с экспертами, общественностью, заинтересованными лицами. Депутаты из любой фракции и любого, скажем, комитета могут подойти и поработать с этим документом. Документы все про законопроекты у нас публицируются, опубликовываются на сайте Верховного Совета. И каждый гражданин может посмотреть и дать свои предложения. Поэтому это все обрабатывается в комитете. Комитет дает свое заключение. И тогда поступает на Верховный Совет. И мы против, например, сегодня, когда законопроект, ну что такое сокращенное, а что такое полная процедура. Это когда каждый может, ну как бы каждый депутат, каждая фракция может сказать свое мнение уже на сессии. Но мы говорим всегда, для того, чтобы работать над законопроектом в сессионном зале, это уже, ну как бы не надо с этого делать какой-то публичный пиар, потому что многие хотят просто попиариться на телеканале. А мы считаем, если вас интересует этот закон, и вы имеете свои какие-то новации законодательные, пожалуйста, в комитете работайте. Он открыт для всех. А в Верховном Совете мы просто согласовываем позицию методом голосования для того, чтобы этот закон был принят. Но, тем не менее, мы оставляем, возможно, все равно выступает разработчик законопроекта или его представитель, представитель комитета, второй докладчик, а также там записываются на, ну скажем, по процедуре за, против, по два человека, ну по два депутата. Поэтому, как бы мы сократили не сам процесс рассмотрения закона, не сам процесс подготовки законопроекта, он качественный. Мы сократили возможность, ну скажем так, постоянно говорить одно и то же. Потому что, как правило, ну давайте возьмем даже простой пример. Был у нас законопроект о ликвидации недоторганности народных депутатов, да? Как бы всем понятен, все готовы голосовать. Прошло все досессионные согласования. Но, конечно, каждый депутат захотел выступить. Извините меня, но простой вопрос, который мы проголосовали конституционным большинством, он обсуждался в Верховном Совете около четырех с половиной часов. Но мы обязательно вернемся к вопросу по поводу... Я считаю, что это не эффективная работа Верховного Совета, тем более, если он, если этот законопроект вообще не требует... Ну, как бы он не с конфликтным. Все согласны, все фракции, причем и оппозиционные, и властные. Но к этому вопросу обязательно вернемся, но немного позже. Можно я реплику? Полноценный... Я закончу просто. Полноценное рассмотрение законопроекта мы сейчас приняли в связи с большим количеством только тех, которые вызывают или несогласие, или, скажем, какая-то фракция против. Тогда мы его оговариваем в Верховном Совете. Если все согласны и все принимают вопрос, что это будет сокращенная форма, пожалуйста. Спасибо. Далее. Есть проблема, которая связана с тем, что главное юридическое управление в ряде случаев дает свои негативные заключения. Дает негативные заключения и главное научно-экспертное тоже управление, и законы принимаются. И, в принципе, в мировой практике существуют три чтения. Они существуют не просто так. Дело в том, что сама по себе процедура необходима для того, чтобы было правильное по сути решение. И я понимаю, конечно, есть вопросы, связанные с тем, что мы живем в очень тяжелое время фактической войны. Но вместе с тем, вот ситуация, когда закон принимается на основании или одного чтения, или двух, это все равно должно являться исключением. А у нас фактически нет законов, которые полностью принимаются за результатами трех чтений. Но если вы говорите о том, что там есть нарушения или, скажем, есть какие-то правовые коллизии, то я бы все-таки говорил фактами, а не словами. То есть вы должны сказать, какой закон приняли, если он юридически неправильный. Тем более, он потом проходит все-таки еще рассмотрение в администрации президента президентом привитирования. Поэтому тут как бы, ну, это слова, которые пока что с вашей стороны не подкреплены никакими фактами. Давайте я подкреплю фактами. Если в первом чтении есть замечание главного юрисового или экспертного нашего управления, то до второго чтения у нас ни один закон не прошел, скажем, в одном сессионном зале, первое, второе и третье чтение. Ни один. Поэтому если оно имеет какие-то замечания, то между первым и вторым чтением они всегда вычищаются, подаются всегда предложения других депутатов, они рассматриваются и опять-таки попадают уже во втором чтении. Поэтому тут как бы, ну, давайте на этом не спекулировать сегодня. Я считаю, что бывают ошибки. Ну, я считаю, что законодательный орган не безошибочен. Да, и над ошибками нужно работать. Над ними работаем. И бывали случаи, действительно, когда мы закон приняли, но через определенное время, там, через месяц-два мы внесли в него изменения. Были такие вещи. Но как бы от этого не застрахован никто. Ни физическое лицо, ни юридическое, ни тем более Верховный Совет, где есть много мнений. И не всегда оно укладывается в какую-то юридическую канву, оно больше исходит из потребностей общества. Мы об этом говорим, но бывают такие случаи. Я с вами согласен только в одном, что бывают эти случаи. Но это не есть массовым характером, во-первых. Так и не является, и такая процедура не употребляется к законопроектам, которые имеют разные мнения у разных фракций. На сегодняшний день 60% законопроектов принимается за результатами первого чтения. Это официальная статистика. То есть это уже как бы показательный момент. Вы говорите о статистике, я говорю о качестве. Я говорю о качестве тех законопроектов. О качестве не может быть большим. Если мы говорим о законопроектах, которые для всех понятны, они прошли все стадии, ну скажем так, обработки в экстренном среде. Юрий Александрович, действительно, для того, чтобы говорить о каких-то законопроектах, нужно конкретный пример, потому что мы сейчас просто начинаем разговаривать, но ни о чем. Давайте следующий вопрос я задам. На сегодняшний день состав парламента очень хорошо разбирается в том, что происходит благодаря Путину, а что происходит благодаря тотальной коррупции, которая и дальше пронизывает страну. Реально подтвердить или развеять подозрения в коррупции в правительстве? Ну, понимаете, если бы я сказал, что это нереально, тогда я бы должен положить мандат депутата на стол и выйти из северного зала. Тогда я там просто не нужен. Поэтому мы ставим просто, что это возможно. А какие пути решения этого вопроса? Ну, во-первых, скажем так, основное, на что мы сегодня ставим, это прозрачность власти. То есть мы приняли ряд законопроектов о том, что отчетность органов власти, деятельность должна быть прозрачна и доступна к населению, в том числе и контролирующим службам. Это первое. Второй вопрос. Мы приняли ряд законопроектов, которые нормализируют деятельность в государственных органах в соответствии с европейскими и мировыми стандартами, чтобы можно было говорить о том, что оно соответствует антикоррупционному законодательству. В-третьих, мы приняли специальный орган. Это было согласовано с нашими международными партнерами и создали систему новых органов по борьбе с коррупцией, на которой мы сегодня возлагаем значительное внимание и веру в то, что они справятся со своими полномочиями. Поэтому я был бы неправ, если бы сказал, что мы не верим в то, что в этом плане можно сделать определенные и правильные шаги. Спасибо, Юрий. Александр, только очень кратко, чтобы у нас опять не началась дискуссия очень долгая. Дело в том, что проблема борьбы с коррупцией имеет несколько составляющих. Первая – это действительно законодательная база, а вторая – это социальная среда. Если у нас происходит реформирование в каких-либо областях, мы должны прекрасно осознавать, что силы в общем реформ определяются, слабостью самой худшей реформы. Если у нас не будет экономических изменений, то в том числе надо понимать, что и с коррупцией будет очень проблемно бороться. Точно так же, если не будет преодолена политическая монополия на власть, которая существует, тоже мы не сможем преодолеть коррупцию. В Китае, в стране, в которой на минуточку существует смертная казнь за как раз коррупционные действия, где с 2000 года более 10 тысяч людей были как раз… к ним была применена смертная казнь. Коррупция, тем не менее, существует. Есть ли такое количество людей к уголовной ответственности, к ним применяют уголовную ответственность. И в этом плане, конечно, очень важно, чтобы все-таки произошли комплексные изменения, и мы не зацикливались только непосредственно на самой антикоррупционной сфере, поскольку она не может существовать снова, опять-таки, изолирована от общества. Что касается закона, ну даже последний закон, это про правой режим военного времени, про правой режим военного стану. Там был негативный выставок и головного науково-экспортного управления. Уважаемый, тут я вас должен перебить. Все вопросы, которые относятся к военному положению в Украине и обеспечению армии, и обеспечению территорий для безопасности населения и средств инфраструктурных, мы принимаем в четком положении с регламентом, но в сокращенной процедуре. Поэтому не надо тут спекулировать на этой теме. Сегодня в Украине война. Я понимаю, если бы вы мне говорили сегодня о каких-то экономических реформах, о каких-то бюджетных изменениях, тогда бы мы с вами могли спорить. Но если мы говорим о военном положении, и говорим о методах и способах обеспечения безопасности граждан и их имущества от внешней интервенции, которая существует сегодня в Украине, и внутренней, скажем, от террористических организаций, которые существуют на оккупированных территориях, то, извините меня, для нас превыше всего стоит безопасность граждан и их имущества. Поэтому вот в этой теме я бы вас спросил все-таки понимать государство, которое сегодня несет ответственность за граждан, которые попали в такую беду не по их вине. Возможно, по их попустительству, но не по их вине. Это не тот пример, который вы должны были взять. Давайте без дискуссий, без скандалов. Следующий вопрос. Если в коалиции или в какой-то партии возникают друг к другу вопросы, связанные с работой, как эти проблемы вообще решаются в Верховной Раде? У нас есть согласовательный совет коалиции. Понятно, не все проходит гладко, не всегда проходит гладко, но, тем не менее, это тот орган, ну, скажем так, регламентный, нерегламентный, на который мы всегда рассматриваем те законопроекты, которые вносятся в сессионный зал. И формируем позицию именно коалиции. Хотя еще есть трой, скажем так, орган. Это согласовательный совет Верховного совета, куда входят и оппозиции, и все нефракционные представители, для того, чтобы мы согласовали порядок Денны на следующее, скажем, пленарное заседание и выносили те законопроекты, которые более готовы, которые вызывают меньшее количество замечаний со стороны фракций и нефракционных депутатов. Ну, вот в последнее время очень много скандалов в Верховной Раде по поводу снятия депутатской неприкосновенности. Вот, в принципе, вы это озвучивали. Я сказала, что к этому вопросу мы чуть-чуть вернемся позже. Как вообще это проходит? Насколько долгий это процесс? И какие причины для этого нужны? Ну, тут нужно понимать, что это быстрым процессом не бывает. Мы приняли в первом чтении законопроект о снятии депутатской неприкосновенности. Этот вопрос отправлен в Конституционный суд для предоставления, ну, решения, ну, высновку, заключения Конституционного суда. После этого мы будем его рассматривать в целом и вносить изменения в Конституцию Конституционным большинством. Это невозможно сделать в пределах одной сессии. Это делается в пределах двух сессий. Поэтому, как минимум, если Конституционный суд летом рассмотрит этот вопрос и даст позитивные заключения, мы осенью готовы принимать этот законопроект. Хотя сегодня, это надо говорить открыто, мы понимаем прекрасно, что депутатская неприкосновенность, она как бы, ну, не принимается в Венецианской комиссии, да, которая все-таки рассматривает законопроект в нашем соответствии международным стандартам. Но в Украине такая ситуация, что мы должны, как бы, понимая, что это, как бы, уровень борьбы с коррупцией снять неприкосновенность как с депутатов, так с судей. И мы ставим вопрос еще дальше о том, что в Украине сегодня не принят закон об обмечении президента. Президент также ответственен перед народом и Конституцией, как и любой депутат, как и любой чиновник и судья. И прошлый случай с Януковичем, который, прячась за неприкосновенностью, смог покинуть страну, показывает то, что мы должны снять ее. И если есть явные преступления, президент, так же, как и депутат, так же, как и судья, так же, как и любой гражданин, сегодня должен нести перед своим государством, перед своим народом, перед законом ответственность. Поэтому мы инициируем, что вместе с законом о снятии депутатской неприкосновенности в парламенте должен быть рассмотрен и принят закон о импичменте президента, как это предусмотрено Конституцией Украины. Александр, скажите, что дает человеку депутатская неприкосновенность? Дело в том, что, понимаете, в соответствии с Конституцией лицо не может быть притягнуто, не может быть уголовной ответственности, если является депутатом, не может быть относительно него оголошенным подозру. И дальше не могут тоже проводиться другие процессуальные действия в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом. То есть это ограничивает возможность фактической применения этих действий. Но вместе с тем надо прекрасно осознавать одну вещь. Неприкосновенность, она существует в абсолютно всех европейских развитых странах. Единственный из примеров, где нет депутатской неприкосновенности, это Нидерланды. В остальных странах в большей мере, в меньшей мере, все же она существует. Но ведь расследование может вестись по депутату, правильно, прокуратурой? Там не могут, дело в том, что процессуальные действия, не могут применяться определенные процессуальные действия. И для этого прокуратура подает документы Верховную Раду, для того, чтобы снять депутатскую неприкосновенность. Оголошение не может быть воздействовано, оголошенная подозра. Один из самых таких вот больших скандалов, это вот сейчас Сергей Милинчука, это группа депутатов «Воля народа». Пытаются снять с него депутатскую неприкосновенность. Мы знаем, что он был в партии Лешка. Во фракции. Да, во фракции партии Лешка. Он перешел. И он бьет все рекорды. В интернете указано, что за его преступление ему светит пожизненное заключение. Ну, я не могу быть экспертом в данной отрасли сейчас. Ну, не в отрасли неприкосновенности, а именно по вопросу ответственности, и что там светит депутату Милинчуку. Почему? Потому что материалы, скажем, генпрокуратуры сегодня не есть публичными. То есть они, хотя генеральный прокурор огласил о том, что он подал соответствующие документы в Верховный Совет, пока что они депутатам не были предоставлены. Поэтому, когда мы посмотрим, тогда увидим, что же там инкриминируется, и насколько оно обосновано на сегодняшний день. И это должно быть очень под пристальным вниманием депутатского корпуса. Почему? Мы не хотим допустить, дабы сегодня расправлялись с какими-то оппонентами, политическими в том числе, вот такими методами. Да, мы понимаем, когда вопрос ставится о Клюеве Сергея, мы прекрасно понимаем, что это представитель предыдущей власти. Мы ставим дальше вопрос, почему только по нему одному? Там их много таких есть. То есть, по вашему мнению, может быть лишение депутата, депутатской неприкосновенности инструментом политической репрессии? Конечно. Вот смотрите, даже вот эти простые вопросы. Клюев и Мельничук. Вроде бы по Клюеву вся страна понимает, почему. По Мельничуку надо предоставить факты. Так вот, по Мельничуку поставлен вопрос о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержанию и аресту. По Клюеву только вопрос о даче согласия снятия депутатской неприкосновенности и возбуждения уголовного дела. О аресте и задержании вопроса не идет. Почему? Меньшее преступление? Поэтому тут есть два вопроса. И мы, конечно, понимаем, что для демократических стран, где нет политических репрессий, депутатская неприкосновенность не нужна. Мы стремимся именно к такому обществу. В странах, где есть режим, как был в Януковиче, он нужен был. Потому что если бы не было у депутатов многих неприкосновенности, наверное, они бы и не имели той позиции, которую они имели в прошлом году при революции. Публичной позиции они бы не имели. Но мы понимаем, что возврат какой-то режимности может быть. Хотя я, опять-таки, я открыто говорю о том, что я голосовал и буду голосовать за снятие неприкосновенности. Но, тем не менее, я не хочу, чтобы этот механизм сегодня использовался по репрессиям. Возможно, если мы увидим, что действительно Мельничук, боевой комбат, который в первые дни с Майдана пошел на фронт, организовал добровольческий батальон тогда Айдар, и первым взял на бой в Луганской области, не ожидая ни решения сверху командования вооруженных сил Украины, ни решения тогда исполняющего обязанности президента Турчинова. Он пошел, понимая свою гражданскую ответственность, на фронт защищать свою страну. Если мне приведут факты в том, что он действительно виновен в значительных преступлениях, которые связаны с жизнью или непонятно чем других граждан, я буду голосовать за снятие с него неприкосновенности. Никто не должен прятаться за мандатом. Но если этот вопрос не будет утвержден, понятно, у меня будет всегда вопрос. Почему? Почему к легендарному комбату, который, в принципе, своими действиями доказал патриотизм в своей стране? Любовь к ней и любовь к каждому гражданину. Поэтому будем разбираться в этом вопросе. Поклюева вопрос как бы понятен. Может ли история вот с таким черным списком стать первым сигналом о том, что вскоре депутатскую неприкосновенность стоит отменить полностью? Если, поймите правильно, это должен понимать и президент, и генеральная прокуратура. Если мы только ощутим, что вопрос Мельничука – это репрессия, никак не связанная с преступлениями, тогда понятно, что залп иначе будет смотреть на вопрос о депутатской неприкосновенности. Тем более, что представитель, скажем так, партии, наибольшей партии БПП, сегодня Петра Порошенко, Юрий Луценко, месяц назад огласил о том, что подобные впрошения генеральной прокуратуры готовы еще на нескольких депутатов, в том числе двух из нашей радикальной фракции. Я не защищаю своих коллег, но я хочу понимать, эта позиция связана с тем, какую позицию мы занимаем в парламенте, или эта позиция связана с тем, что действительно кто-то совершает преступление. Сегодня у нас, страны, ушли все ведущие преступники прошлого режима. Мы для генеральной прокуратуры создали закон о заочном осуждении. То есть нет оснований закрывать криминальные дела по темативам, что человека нет в стране. Пожалуйста, расследуйте, вносите в судебный процесс, пусть человек придет и даст объяснение тем обвинениям, которые ему предъявлены. Но останавливать процесс нельзя. Поэтому тут мы, с одной стороны, видим, что эти процессы не двигаются. С другой стороны, идет вопрос о снятии неприкосновенности. Причем, что я считаю, если они действительно хотят привлечь человека к ответственности, затягивать с этим процессом нельзя. Человек может, пользуясь мандатом, выехать из страны. Поэтому они уже должны были подать, и мы должны это были рассматривать. Но я вам ответственно говорю, что во вторник было заявлено генеральным прокурором о соответственном заявлении, ну, о подании этих документов. Но сегодня у нас пятница, я не прочитал ни одной страницы обвинительных документов. Спасибо. Александр, по вашему мнению, может ли черный список такой привести в полное отмене? Вы понимаете, есть уже этот законопроект, который предусматривает полную ликвидацию неприкосновенности. Это очень щепетильный момент. Но все-таки, если вспомнить предыдущие выборы, Верховную Раду всегда обещают убрать политическую неприкосновенность. Но опять же, понимаете, в Франции существует неприкосновенность, в Германии существует неприкосновенность. Мы столкнемся с огромнейшей проблемой, если мы постараемся ее все-таки ликвидировать. Это Венецианская комиссия, которая даст свое негативное заключение. И заключительный вопрос. Время у нас ограничено. Андрей Мирошник отказался быть депутатом. Хочется спросить, а в чем проблема? Можно ли отказаться от депутатской неприкосновенности добровольно? А почему бы не создать закон о том, что политическая партия, либо же группа депутатов может отказаться, если им нечего бояться, от политической неприкосновенности и при этом работать в Верховной Раде? Ну, понимаете, Мирошник отказался по своим личным убеждениям. Это его право. То есть мы проголосовали только потому, что человек написал личное заявление. Относительно депутатской неприкосновенности можно ли или нельзя ли отказаться, но закон так не предусматривает. Так пока что. Возможно, это дискуссионный вопрос, но тут надо понимать другое. Почему мы ставим вопрос о ликвидации депутатской неприкосновенности? К сожалению, традиционно в Украине это рассматривается как возможность ухода от ответственности. И многие люди идут в парламент только потому, что понимают, что у них черное прошлое, и не хотят за ним спрятаться под любой партией. В Европе этого нет. Поэтому там вопрос так остро и не стоит. Это у нас метод. И поэтому мы видим в Европе 90% посещаемости их парламента. У нас же многие депутаты из черного списка у населения, они же не приходят. Им не надо было работать в Верховном Совете. Они пришли исключительно за неприкосновенностью. Но, к сожалению, благодаря такому черному списку у населения к правительству теряется доверие. Мы начинаем только строить демократию. 20 лет мы не строили демократии. Поэтому я думаю, это начальный процесс. И дай Бог, чтобы мы не возвращались на ту же точку еще через 20 лет. То есть мы потеряли 20 лет. И я хочу, чтобы вот эта точка стала той исправительной точкой, когда мы идем вперед. Шагом вперед. Спасибо, Юрий. Спасибо, Александр. С вами была Ирина Ванская. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова